С 20 до 40 рублей барнаульские перевозчики снова просят поднять стоимость проезда в общественном транспорте. Большие штрафы, реальные сроки. Десятки жителей края судили за регистрацию фирм на подставных лиц. Путь в 4000 километров. Группа отважных бичан отправилась по воде в ледяную Арктику. Будет в первой половине дня 28 июля в Барнаульском, Бийском и Рубцовском онкодиспансерах. Отметим, диагностика бесплатная. Желающим пройти ее нужно предварительно записаться по телефону в Барнауле 502-909. Кого Виктор Томенко выдвинет в сенаторы и повысят ли в Барнауле стоимость проезда в общественном транспорте? В нашем ежедневном обзоре изданий Сибирской медиагруппы. Стало известно, кого выдвинет в сенаторы Виктор Томенко. Как пишет Политсибру, в список войдут действующий член Совета Федерации Михаил Щетинин и экс-глава региона Александр Карлин. Как сообщил источник в правительстве, третья кандидатура пока обсуждается. Выдвижение Карлина в Совет Федерации уже анонсировалось федеральными СМИ. Появление в списке Щетинина, по словам источников правительства региона, неожиданность. Материал на эту тему читайте на сайте Политсибру. Перевозчики Барнаула вновь просят администрацию поднять стоимость проезда до 40 рублей. КП на Алтае приводит аргументы за и против повышения. Стоимость бензина растет. Еще одна причина – льготники. Цена месячного проездного для них составляет 430 рублей, а его реальная стоимость – около 1000. Таким образом, перевозчик доплачивает порядка 600 рублей. С просьбой пересмотреть тариф в администрацию обратились 8 перевозчиков. Полный материал на эту тему на сайте КП на Алтае. Алтайских живодерок хотят поместить в центр временного содержания. Родители 14- и 15-летней сестер из Бурлинского района, зарубивших котенка топором и снявших это на видео, обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Как пишет Айф Алтай, обе девочки поставлены на профилактический учет. «Прошу прощения у всех, мы в шоке», – написал отец живодерок в социальных сетях после того, как пользователи узнали девочку в кадре. Напомним, общественность требует наказания. Петицию уже подписало более 35 тысяч человек со всей страны. Евгения Даровская. Наши новости. Неработающий светофор или невнимательность. Сегодня в Барнауле на пересечении улиц Шумакова и Балтийская произошло ДТП. Один из автомобилей лег на крышу. Люди серьезные травмы не получили. Добавим, что движение на этом участке дороги открыли только накануне вечером. С 18 июля здесь вели работы по перекладке сетей канализации. Светофор еще не включили. Вероятнее всего, один из участников аварии нарушил правила дорожного движения при маневре на перекрестке. Более двух десятков человек осудили на Алтае за регистрацию фирм на подставных лиц. Виновных приговорили к серьезным штрафам и реальным тюремным срокам. Как сообщили в Алтайском управлении Федеральной налоговой службы, всего с 2017 года возбудили больше 70 уголовных дел, которые касаются участия граждан в организации поставных или эффективных фирм. На сегодняшний день суды вынесли 23 обвинительных приговора. Отметим, по закону наказание предусматривает штраф до 500 тысяч рублей, а также лишение свободы сроком до 5 лет. Как много граждан получили реальные тюремные сроки, правоохранители, правда, не уточнили. Но они отмечают, что под следствие рискует попасть даже тот, кто просто предоставил свой паспорт для регистрации фирмы. Так, один из осужденных, поступивших, таким образом заплатит штраф в 100 тысяч рублей. Между тем, из более чем 2,5 тысяч заявок на регистрацию юрлица в 2018 году 400 было отказано по причине того, что у налоговой возникли подозрения о фиктивности таких фирм. В школах края оборудуют компьютерные классы для детей с ограниченными возможностями здоровья. На эти цели из бюджета региона выделено 23 миллиона рублей. Учебные аудитории оснастят компьютерным и мультимедийным оборудованием. Уже закуплены персональные проекторы и интерактивные доски. С помощью нового оборудования, подчеркивают в Министерстве образования края, дети смогут познать основы компьютерной грамотности и успешно освоить общеобразовательную программу. Добавим компьютерную технику. Для школ края приобретают по указу президента России о необходимости создания современной и безопасной цифровой среды в образовании. В Барнауле в автобусе поймали змею. Сообщение об этом появилось в одном из интернет-сообществ. Как рассказывают очевидцы, живую змею, предположительно гадюку, поймал водитель автобуса номер 20. Заметив чешуйчатую, мужчина остановился, поднял ее на гаечном ключе, вынес из салона и отпустил. Горожане отмечают, что змея могла попасть в салон автобуса на конечной остановке в поселке Лесной. Добавим, это уже не первая встреча земляков со змеями в этом году. В мае двое жителей Бийска попали в больницу после укуса гадюки. В июне пострадали два юных жителя Барнаула. Их пришлось на время поместить в реанимацию. Вниз по обиду Северного Ледовитого океана группа отважных бийчан отправилась в дальнее путешествие. На катере им предстоит преодолеть порядка 4 тысяч километров. Конечная остановка – город Салихарт. Накануне утром смельчаки стартовали от понтонного моста. Советский катер «Амур» стал для них на несколько недель домом. Путешественники уже не раз пересекали страну в направлении с запада на восток, в основном на автомобилях. Теперь решили отправиться в плавание. Катер для этого пришлось серьезно модернизировать. Наш российский север – это обилие различных кровопийцев, летающих комаров, мошек, мошки. Поэтому надо было в первую очередь позаботиться о самочувствии экипажа, потому что месяц жить на открытом воздухе достаточно сложно. Еще одной задачей было обеспечить катер топливом. Для этого установили дизельный двигатель с минимальным расходом. На маленьком с виду судне четыре спальных места и «Камбуз». Месяц назад группа тестировала корабль. На два дня экипаж вышел на реку, чтобы оценить условия. К трудностям команда готова. Когда судно достигнет Салехарда, даже для команды является загадкой. Путешествие продлится около месяца. Но известно, что катер обратно в Бийск не доставят. Его планируют продать за 150 тысяч рублей. Этих денег должно хватить, чтобы команда вернулась на родину самолетом. И о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. В крае переменная облачность. Преимущественно без осадков. В Барнауле днем до плюс 22 и солнечно. Полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи.